Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по первому посланию Коринфянам, первоверховного апостола Павла. Это будет третья глава. Общий обзор третьей главы. Первое. Апостол Павел упрекает коринфян за их плотское состояние и разделение между ними. Об этом говорит первый стих по четвертый стих третьей главы. Второе. Он наставляет их, как им исправить свои ошибки, напоминая при этом, первое, что их служители были не более, чем служители. То есть священнослужитель не является источником истины, он передатчик этой истины. Об этом свидетельствует пятый стих. Второе. Павел свидетельствует, что они единодушны между собой и выполняют одну и ту же задачу. Это шестого по десятый стих. То есть в главном их взгляды совпадают, несмотря на некие расхождения. И третье. Что они строят на одном и том же основании, то есть на Христе. Это с одиннадцатого по пятнадцатый стих. Третье. Апостол Павел увещевает относиться с должным почтением к своим телам. Тело – это в некотором смысле инструмент исправления души. И надо соблюдать тела в чистоте. Шестнадцатый, семнадцатый стих. Быть смиренными в своих телесных потребностях и воздержанными. Это с восемнадцатого по двадцать первый стих. Четвертое. Павел в этой главе предостерегает против создания культа личности отдельных священнослужителей. Так как они в равной мере совершают то служение, которое им поручено. Итак, мы с вами сделали обзор. Теперь переходим к самому тексту. И мы читаем первый стих третьей главы первого послания Коринфина. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе». Блаженный Августин пишет. «Не по плоти, а именно по духу были мы плотскими, которым апостол говорит. И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими». Что значит «по духу были плотскими»? Их душа была прикована к плотским началам. И она сама как бы обрела некую плотяность. Но это условно. Августин продолжает. «И если в настоящей жизни человек называется духовным, то по телу он все же плотской и видит в членах своих закон, противоборствующий закону ума его. Здесь Августин ссылается к посланию к кремлинам, 7 глава, 23 стих. Августин продолжает. «Но он будет духовным и по телу, когда воскреснет плоть его, чтобы быть тем, о чем написано. Сеется тело душевное, восстает тело духовное». Тут отсылка к первому посланию к Коринфянам, 15 глава, 44 стих. И конец цитаты Августина. Далее мы читаем слова апостола Павла. «Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах». Святитель Абрусий Медиаланский поясняет, что такое молоко, что такое твердая пища. Вначале еще немощные, питаемые молоком закона и ведомые стезей закона к благодати слушают то, что в законе, чтобы, следуя закону, выйти за пределы закона. А дальше церковь, уже упрочивающая, не молоком вскармливается, но питается твердой пищей, потому что укрепляющая пища – это любовь. Из этих трех главнейших – вера, надежда, любовь. Любовь больше. Почему любовь – это твердая пища? Потому что настоящая любовь – это проявление жертвенного чувства. Как я часто, часто очень вам объясняю, может быть, повторяюсь, отцы церкви, такие как Ава, Дорофей и другие, они делили людей на плоских, душевных и духовных. Плоские – их, слава Богу, очень мало – это те, которые наслаждаются через страдания других. Душевные – это те, которые хотят, чтобы им было хорошо и другим хорошо. Этих – подавляющее большинство, но это опасное колебание между душевным и плоским состоянием. Духовные люди – это те, которых меньше всего, это которые готовы страдать сами, чтобы другим было хорошо. Любовь – твердая пища. Ибо любовь – это жертвенное служение по отношению к Богу и ближним. Как и сказано, нет больше любви, как если кто душу свою положит, то есть жизнь свою за други своя. Далее апостол Павел пишет, потому что вы еще плотские, то есть не способны полюбить врага, начать благословлять проклинающего, начать молиться за обижающего, потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете? Да, сейчас православный мир сотрясают разделения, расколы, конфликты, и это очень печально. Это признак того, что мы оказались неспособными служить другим, но ищем тех, которые послужили бы нам. И за всеми такими конфликтами стоят плотские вожделения, надменные амбиции. В блаженной памяти отец Даниил Сесоев пишет, апостол сказал, ибо есть между вами зависть, споры и разногласия. Очень часто причина непонимания Писания кроется в таких духовных страстях, как гордыня, зависть, гнев и другие подобные им. Итак, вы и сейчас плотские, говорит апостол, ведь вас ревность, соперничество, разделение, и разве не плотские вы есть? Возьмем, к примеру, зависть, продолжает отец Даниил, один другому завидует. До сих пор, даже в храмах, редко встречаются приходы, где нет зависти между людьми. Например, храм Христа Спасителя. Там этого нет, потому что там нет прихода. А так приходят люди, перезнакомятся и сразу начинают завидовать. «Ой, на него батюшка дольше смотрел, нет, на нее дольше смотрел». С мелочей начинается зависть, ревность, разделение. И что же это, как ни проявление плотского? Отец Даниил продолжает. Апостол Павел прямо говорит, «Не по человеческому ли обычаю поступаете?» А Феофан говорит, «По человеку, то есть падшему, поврежденному, по возбуждениям и требованиям падшей, поврежденной природы, осизательнейший след и признак повреждения страсти». Они превзошли вследствие падения, ворвались, преодолели чистую и бесстрастную природу человека. Да, действительно, даже вот мир политики и мир религий очень часто все это стимулируется человеческими страстями, какие-то решения, какие-то резкие там телодвижения. Помните, были бомбежки, бомбежки разных стран при одном из американских президентов, которого заподозрили в неверности, что он изменяет своей жене прямо в овальном кабинете Белого дома. И для того, чтобы ему отвлечь журналистов, общественность от этой проблемы, от этого скандала, он начинает организовывать бомбометание. Это значит, что именно человеческие вожделения отдельно взятых людей, они стимулируют, организуют и направляют ужасные конфликты. на уровне столкновений между разными народами, племенами, языками. Разве не вожделение отдельно взятых людей раскалывают и церковь, христианские общины, христианские собрания, даже в рамках отдельно взятых приходов? Апостол Павел продолжает, «Ибо когда один говорит «я Павлов», а другой «я Аполосов», то не плоски ли ли вы? Кто Павел? Кто Аполос? Они только служители, через которых вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Господь». Сейчас мы видим, что целая огромная церковь, которая насчитывает почти полтора миллиарда людей, они говорят, что они кифины, то есть Петровы, это наши братья ремокатолическая церковь, для них важно осознавать, что их основание это Кифа, Петр. Возьмите протестантский мир, на чем они основываются в их понимании, на апостоле Павле, им близки его идеи, его концепции, а если взять восточное христианство, в некотором смысле нам значительно ближе Иоанн Богослов с его созерцательностью. Казалось бы, можно научиться и у Петра, и у Павла, и у Иоанна, но мы используем наши какие-то интересы, в том числе и религиозные, для разномыслей и для столкновений. В церкви есть праздник во имя трех святителей, во имя Иоанна Златоуста, Василия Великого и Григория Богослова, но в то же время есть отдельно день Златоуста, день Григория Богослова, день Василия Великого. Почему церковь установила праздник сразу трех святителей, потому что в древние времена был серьезный конфликт, возникла партия сторонников Василия Великого, и они доказывали, отталкиваясь от трудов и от авторитета этого святого, что это самые великие святители, другие, это была партия Григория Богослова, они доказывали то же самое, но партия Златоуста и они с этим не соглашались, и доходило до столкновений, в том числе и вооруженных, и это продолжалось до тех пор, пока одному праведному человеку во сне не явились эти три святителя, и они сказали, мы одинаково равны в благодати, нет среди нас большего и меньшего, и благодаря этому наступила перемирие и был установлен этот праздник. И Павел возмущенно пишет, ибо когда один говорит я Павлов, а другой я Аполосов, то не плотские ли ли вы, кто Павел, восклицает Павел, кто Аполос, а не только служители, через которых вы уверовали, и притом поскольку каждому дал Господь. святитель Иоанн Златоуст пишет, объясняя слова, кто Павел, кто Аполос. Объяснив и доказав свою мысль, он уже открыто приступает к обличению и поставляет свое имя, чтобы смягчить суровость речи и не оскорбить их своими словами. Ведь если Павел ничто и не огорчается этим, то тем более они не должны огорчаться. Так он успокаивает их двояким образом и, представляя в пример самого себя, и их не лишает всего, как ничего не сделавших, он уступает им нечто, хотя и немногое, а именно сказав кто Павел, кто Аполлос присовокупляет, а не только служители, через которых вы уверовали. Это, конечно, само по себе важно и достойно великих наград, то, что они служители, но в сравнении с первообразом и источником благ ничто, потому что не тот благодетель, кто служит при раздаянии благ, а тот, кто сообщает и дарует их. Не сказал благовестники, но служители, но служители. Что означает более? Они не просто благовествовали, но и служили нам. Первое требует слова, а последнее заключает в себе и дело. Если Христос только служитель благ, а не сам виновник и источник их, что свойственно ему, Христу, как сыну, то ясно, как надо бы судить об этом деле. Конец цитаты. Итак, Златоуст обращает внимание на то, что апостол Павел не видит себя источником благ. Он не видит в Аполлосе источник всех благ, следовательно, и в других апостолах, потому что источник всех благ – это Бог, но и Сын Божий, по мнению Златоуста, Он воспринимает себя служителем, а не тем, кто является сосредоточием всего. Ибо Он пришел не для того, чтобы Ему служили, а чтобы послужить нам. И на Тайной Вечере Христос это явил не только словом, но и делом, когда влил воды в вымывальницу и омывал ноги. Апостол Павел продолжает развивать свою мысль «Я насадил, Аполлос поливал». Почему он пишет «Я насадил»? Он создал Каримскую церковь. Аполлос поливал, то есть продолжал его служение, но возрастил Бог. Можно посадить все, что угодно, но если это каменистая почва, то ничего хорошего не будет. можно посадить при дороге, но быстро затопчут. Да, Аполлос поливал, но произращение зависит от Бога. Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог, посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог взращивающий. Далее Павел пишет 8-9 стих «Насаждающий же и поливающий суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду». То есть все мы, совершающие служение в церкви, мы одно, ибо мы соработники у Бога, а вы Божья Нива, Божье строение. То есть апостолы считали себя передатчиками истины и не более того. Святитель Иоанн Златоуст пишет, объясняя слова, «Ибо мы соработники у Бога, а вы Божья Нива, Божье строение. Видишь ли, как он и им, учителям, приписывает немалое дело, доказав наперед, что все принадлежит Богу. Он, Павел, всегда увещевал повиноваться предстоятелям, то есть настоятелям и епископам, потому не слишком уничижает и учителей «вы Божья Нива». Сказав «я посадил», он продолжает метафору. Если же вы Божья Нива, то вам следует носить имя невозделывающих но Божия, так как Нива называется именем не земледельца, а господина ее, то есть Нива не принадлежит тому, кто возделывает ее, она Божья. «Вы Божье строение», Златоуст цитирует Павла и объясняет, также и строение принадлежит не строителю, а господину. Если же вы строение, то вам не должно распадаться на части, иначе не будет и строение. Если вы Нива, то вам не должно разделяться, но ограждаться одним оплотом единомыслия». То есть, когда христиане делятся на некие части, я Павлов, я Аполосов, я Кифин, в этом серьезная опасность. И Блаженный Августин, объясняя 16 главу Евангелия от Матфея, так и писал, «Если бы после вознесения Христа на небо церковь возлюбила бы апостола Петра или апостола Павла больше, чем Христа, это была бы преступная любовь». Кесарий Арыский, святитель, компилятор трудов святителя Григория Богослова, пишет, «Соработники у Бога это те, кто, видя, как яд гордости проникает в сердце брата, тут же немедленно пытаются спасти его целительным смирением». То есть работник это нянька, это акушерка, это человек, который следит за самочувствием нарождающихся. Если он видит, что какой-то яд проникает в их сердце, он сразу спешит к ним на помощь. Павел продолжает, 10-11 стих, «Я, поданный мне от Бога благодати». Вот этими словами он показывает, что не он источник благодати. «Я, поданный мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание», то есть он начал коринфскую общину, «А другой строит на нем», Аполлос строит, продолжает, «но каждый смотри, как строит». Действительно, в православии цель не оправдывает средства. Именно средства обнаруживают, то ли мы приближаемся ко Христу, то ли бесконечно удаляемся от Него. Ну, как и сказано в 13-й главе первого послания Коринфянам, «Имеешь всю веру, все познание, любви не имеешь, нет тебе в том никакой пользы». «Но каждый смотри, как строит, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». И когда Христос говорит, «Ты, Петр, камень, и на сём камне я создам церковь, и врата ада не одолеют её», по истолкованию блаженного Августина, речь идёт не о том, что церковь созидается на некой должности, которой обладает человек Пётр. Нет, она созидается на Христе. А почему сказано, «Ты, Пётр, камень», потому что Пётр в Кесарии Филипповой исповедовал Иисуса Христа Сыном Божиим, то есть Богом, и Христом Мессией. И вот на вере в Иисуса Христа как в Сына Божия, то есть Бога, и в Мессию Христа и созидается церковь. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Архимандрит Иануарий Ивлеев пишет, «Фундамент церкви заложен, он не может быть заменен другим, ибо этот фундамент не личное изобретение Павла, но сам Иисус Христос распитый и воскресший. Другие сотрудники Божии строят на этом основании, и каждый должен быть внимательным, как он строит, непосредственно апостол Павел имеет в виду строителей проповедников, которые действовали в Коринфе после него, но в более широком смысле в созидании церкви участвуют все христиане, каждый в свою меру, и кто бы не продолжил строительство церкви, за свой труд должен будет ответить на суде Божьем, тогда обнаружится, чего стоит его работа. Конец цитаты. И далее апостол Павел пишет с 12 по 15 стих «Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон, впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. О чем это? По мнению многих экзегетов, это один из сложнейших текстов Священного Писания, книг Нового Завета. Блажин Августин, очень тонкий, внимательный экзегет, он пишет «Но, говорят христиане, кафолики, в основании имеют Христа, от единства с которым они не отступают. И хотя бы на этом основании они строили самую худую жизнь, вроде дерева, сена и соломы, правая вера, по которой Христос есть для них основание, хотя и с ущербом, так как то, что созидается на этом основании, будет все равно сожжено, но может рано или поздно спасти их от вечности этого огня». Итак, Блаженный Августин рассуждает здесь о чем? О том, что как бы мы ни старались трудиться в этой жизни, мы знаем, что земля и все дела на ней сгорят. И однажды я пережил такой странный момент, я выслушал интересную проповедь одного иерарха нашей церкви, где он говорил о конце света. И он говорил как раз на эту тему, земля и все дела на ней сгорят. И это так меня потрясло, что я стал думать, а куда денется моя библиотека? Куда? А куда денется мой храм? Куда? А куда денутся всякие реликвии, мощи, кресты, иконы? И действительно, я задумался, если вот сейчас начнется ядерная бомбардировка, не дай Бог, что я возьму с собой, когда побегу в бомбоубежище? Правда, я не знаю, где у нас бомбоубежище. Мы трудимся. И действительно, кто-то созидает на золоте, кто-то созидает на серебре, кто-то на соломе, на дереве. Это суть непринципиальна. Земля и все дела на ней сгорят. Главное это твое намерение. Главное это твое и мое намерение. А результат он не является чем-то решающим. Бог судит наше намерение. обнаружится все в огне, то есть последних испытаниях. И смотрите, что пишет апостол Петр, 4 глава, 12-13 стих первого послания Петра. Возлюбленные огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного, но как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы его возрадуйтесь и восторжествуйте. Огненное искушение это гонение, это переживание. И самое страшное гонение огненное это гонение не от людей, от бесов. от злых духов, демонов, от дьявола. Когда они начинают мстить нам за нашу религиозность, за нашу принципиальность, и вот как огненные языки адского пламени касаются нас искушения, и вот здесь важно помнить, что как Христос взял на себя грехи мира, всего мира, в том числе и твои, мои грехи, и умертвил их в себе, мы должны в этот момент уповать на Христа, который искупил наши грехи. И стойко преодолевая искушения, явиться твердыми вере до конца. А если это будут реальные гонения, даже до смерти, мы все равно должны помнить о том, что на все воля Божия, ибо без его воли даже волос не упадет с нашей головы, как сказано в Писании. И далее апостол Павел пишет, «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм вы». Итак, о чем здесь пишет апостол Павел? Когда во время пандемии были закрыты многие храмы, многие православные христиане очень переживали за эту ситуацию, они не понимали того, что мы все верующие храм Божий, потому что Дух Божий живет в нас. И Христос говорит о своем теле, «Разрушьте этот храм, и я в три дня восстановлю его, имей в виду свою смерть на кресте и чудесное воскресенье». Религия христианская – это не религия храма или храмов, это иудаизм, религия храма, и так как у них нет храма, то у них нет и богослужения как такового. Христиане существовали без всяких храмов первые четыре, пять, шесть, девять столетий, в зависимости от того места, где распространялись христианские общины. Храм Божий свят, пишет Павел, а этот храм вы. Сказано «Верую вселиться Христу в сердца ваши». Сказано «Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым». Сказано слова Христа «Придем к Нему с Отцом и обитель в нем сотворим». Святая Троица, во имя которой нас крестят, во имя Отца «Аминь», во имя Сына «Аминь», во имя Духа Святаго «Аминь», присутствием благодати наполняет нас. Вот об этом храме надо думать. Да, мы любим наши вещественные храмы, да, мы освящаем их, мы украшаем их, и в этом нет ничего плохого. Но, как Христос говорил, камня на камне не останется, все будет разрушено. А Петр, земля и все дела на ней сгорят. И если ты сам не станешь храмом, то тебе никто и ничто не поможет. Если Христос не будет обитать в твоем сердце, действия им любви Духа Святаго по воле Отца Небесного ты напрасно топтал дворы Дома Божия, как сказано у пророка Исаии, вы напрасно ходите в дом мой. Феодорит Кирский Блаженный пишет, ибо если храму, построенному из дерев, воздаем подобающее честование, то гораздо справедливее посвящать Богу храмы словесные. Должно же заметить, что храмами Божьими назвал тех, в ком обитает благодать Духа, ибо слово сие свидетельствует, что Всесвятой Дух есть Бог. И особенно, когда мы причащаемся тело и крови Иисуса Христа, мы не просто храм, мы дыра носица, которая перемещается в пространстве, и когда мы приходим в свой собственный дом, вместе с нами приходит Христос, помните, как Христос говорит Закхею, мне надо сегодня быть у тебя в доме. Далее Павел пишет, «Никто не обольщает самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым веки сём, тот будь безумным, чтобы быть мудрым, ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом, как написано, уловляет мудрых в лукавстве их, и еще Господь знает умствование мудрецов, что они суетны». Да, человеческая мудрость это безумие, а правда Божия безумие для мирских человеков. То есть мы и они, они и мы, это два разных мира, два разных отношения. Для нас истина это Христос, то есть истина имеет личностное выражение, Христос говорит о себе, я есть истинный путь и жизнь, для них некая концепция. Сегодня одна, а завтра другая. Как я уже говорил, любое новое открытие опровергает в той или иной степени то, что было известно до этого. наука наука зыбкая девица, все время переменчива, как блудница. Далее апостол Павел пишет, и так никто не хвались человеками, имеется в виду то, что меня крестил там Павел, меня крестил Аполлос, ибо все ваше, если мы в едином теле, какая разница, кто меня крестит, Павел ли или Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, все ваше, вы же Христовы, а Христос Божий. Здесь такой христологичный гимн, христоцентричный гимн апостол Павел во всем видит Христа. Почему Христа? Ибо Христос, Бога-человек, соединивший в себе небесное, земное, божественное и человеческое, как тот же Павел напишет, един ходатай, един посредник между Богом и человеками, человек, Христос Иисус. И как сам Христос скажет, никто не приходит к Отцу, как только через меня. Архиепископ Аверки Таушев пишет, вы же Христовы, то есть, коль скоро вы уверовали во Христа и стали членами его церкви, вы принадлежите единому Христу, а потому прилично ли вам разделяться из-за Павла, Аполлоса, Кифы или других каких-то учителей. Действительно, по-настоящему у нас один учитель и один отец. Отец на небесах это отец небесный, а истинный учитель, который является учителем всех, это Христос, только они являются источником бытия и истины для всего творения, хотя в церкви есть и учителя, и наставники, и отцы, как Павел пишет, немногие отцы я родил благоествование своим, но в таком абсолютном смысле это творческая сила Бога Отца, созидающая нас из небытия в бытие и истина, явленная во Христе. Он учитель и наставник в кафолическом, то есть вселенском смысле. Порок Исаия, 2 глава, 22 стих пишет, «Перестаньте вы надеяться на человека, которого дыхание в ноздрях его, ибо что он значит?» Действительно, когда во имя каких-то интересов разных людей мы начинаем разрушать церковь, которую создал Христос своими страданиями, смертью и чудом своего воскресения. «Перестаньте вы надеяться на человека, которого дыхание в ноздрях его, ибо что он значит?» Человек, дыхание, уповать следует на Бога, который дает дыхание жизни всему живому, а не на подвластного ему смертному человеку, тому или иному. Какая разница? Итак, сегодня, друзья, мы с вами оканчиваем изучение третьей главы первого послания Коринфянам, первого Верховного апостола Павла. Как я говорил во время первой нашей беседы по этому посланию, я и спрашиваю вашей молитвенной поддержки для того, чтобы этот труд, который мы начали на библейском портале Экзегет, он продолжался дальше и увенчался бы успехом. Молитесь о нашем служении, которое мы совершаем здесь, на библейском портале Экзегет. Подписывайтесь на наш портал, чтобы вовремя получать информацию о новых беседах и берегите себя. Продолжение следует...